Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 13 июня. Меня зовут, наконец, Александр. Текущую торговую неделю в отсутствии Артема Деева с вами проведу я. Давайте сейчас рассмотрим ключевые события, которые состоятся на этой неделе, которые состоялись на прошлой неделе. Очевидно, что самое важное событие, на которое все трейдеры обращали внимание, состоялось 10 июня в пятницу на прошлой неделе. Это выход отчета по инфляции в Америке. Данные по отчетам показали, что инфляция в Америке на текущий момент времени составляет 8,6%. Безусловно, эта инфляция рекордная. Десятилетиями такого не было, и события, которые состоятся на этой неделе, еще больше начали ждать трейдеры. А именно, это данные, которые выйдут в среду, 15 числа. Это данные по процентной ставке в Америке. Напомню, что на текущий момент времени ФРС оглашает процентную ставку на уровне 1%. Мы в пятницу будем ожидать повышения процентной ставки до 1,5%, что, безусловно, опять-таки приведет к росту курса доллара. На текущий момент времени курс американской валюты составляет 104,30. И, безусловно, после выхода данных по процентной ставке на текущей неделе, нет никаких сомнений, хотя на финансовом рынке так говорить не стоит, но мы, вероятнее всего, увидим процентную ставку выше 1,5%, а индекс доллара выше уровня 105. Я не исключаю, что до конца недели индекс доллара поднимется и до уровня 106. Будем следить за этими событиями, безусловно, они очень важны. Открытие торговой сессии в понедельник также трейдеры не могли не заметить, что сейчас курс криптовалют очень сильно просел. На текущий момент времени курс биткоин находится на уровне 25 тысяч долларов, курс эфира находится 1300. Если вы смотрите за другими криптовалютами, то наверняка тоже заметили, что в среднем просадка составила порядка 10%. Говорить о том, что биткоин нашу полдно перед повышением процентной ставки, я думаю, это неправильно. И мой прогноз, что криптовалюта будет снижаться дальше. Не исключаю, что биткоин мы в скором времени будем видеть и ниже 20 тысяч долларов. Говорить о том, что эра криптовалют закончилась, я думаю, что не приходится, потому что криптовалюта, так или иначе, это очень большой рынок. И после криптозимы наверняка опять-таки мы с вами увидим рост. Из ключевых событий на текущей неделе, а именно давайте рассмотрим на сегодня, это данные по ВВП. Давайте посмотрим экономический календарь и приближимся. Экономический календарь на сегодняшний день. Видим, что данные по ВВП выходит достаточно скоро уже. И в целом все новости связаны с Великобританией практически. Данные по ВВП мы видим, что прогнозное значение в два раза меньше, чем предыдущее. Это очень негативные новости для британской валюты. Сегодня ждем снижения паунда по отношению к доллару. Хотя он и так снижается, но сейчас посмотрим график, до каких значений сегодня можно его ждать. За графиком евро-доллар. Евро-доллар находится на отметке 1.0487. Это опять-таки дневной график. Мы видели в середине мая уровень 1.0350. Судя по всей вот этой динамике, видно, что цена набрала силы на нисходящем тренде, отбилась от уровня поддержки. И думаю, что ниже 1.0350 вопрос, думаю, нескольких дней буквально. Нефть-бренд у нас продолжает штурмовать максимумы. Текущая цена 120. Куда цена пойдет, многократно говорил Артем Деев. Сейчас делать какие-то долгосрочные прогнозы достаточно тяжело, потому что нефть приближается к своему пиковому значению. Думаю, что 130 это следующая цель и весьма вероятно, что на этом рост не остановится. Индекс S&P 500. Текущее значение 3839 долларов. Также цена находится в нисходящем тренде. На графике установлены 200 скользящая средняя, находится на уровне 3700. Ну, давайте посмотрим, возможно, от уровня 3700 мы увидим очередную коррекцию в рамках этого нисходящего тренда. На уровень 4100. Ну, и, возможно, цена продолжит свое снижение. Биткоин 25390 на текущий момент времени. Посмотрим, что у нас происходит на больших таймфреймах. Сильный уровень был 29000, который многократно обсуждали. И многие эксперты, аналитики говорили, что если 29 не устоит, то мы не исключаем, что биткоин может пойти на уровень 15000. И что мы с вами видим? Действительно, предыдущий максимум у нас был в районе 20-19000. И сейчас предыдущий максимум выступает в роли поддержки для всего вот этого нисходящего движения. Ждем биткоин на уровне 20000. Это были все новости на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли. Всего наилучшего!